Всем привет! С вами Настя. Сегодня мы с вами опять будем играть в Ловди. Сегодня будет необычная серия, потому что в сегодняшнем видео морозница будет ожеребляться. И я застежила заснять этот процесс, так как это будет сегодня. Но перед этим я хотела бы вам показать мою новенькую лошадочку. Да, очень она миленькая. Ну, на мой взгляд, я так думаю. У меня странный вкус, но хотя все говорят, что мои лошадки всем очень нравятся. Ну, и вот, собственно, это лошадь. И находится его зовут. Я купила себе нустанга Воронова с ФК и просто дала ему набор гармонии. И получился вот такой чудесный конь. Он, кстати, скоро станет изя. У него там всего 400 копий, у него всего лишь осталось 250 копий сделать еще, чтобы он стал изя. Но, по-моему, это просто бесподобный конь. Вот. А теперь я вам предлагаю перед тем, как посмотреть, как ожеребляться морозница, зайти на зарезережные продажи. Да. Смотрите, у нас тут есть такая чудесная зяшка. Но давайте сначала будем всех покупать по порядку. Алиса Регинахина. Типа, дарит мне за 3000 коня. Нечисто крону. Но я подумаю, покупайте вернее, потому что, по-моему, это тема, как бы, не цена. Вот. А дальше идет просто замечательная лошадь. Это зяшка, да. Она очень миленькая. Это кобыла, крылатый изнарог фрисской породы. А золотым яблоком, о чем елиоса. По-моему, она просто супер няшечка. Очень давно себе ее хотела. Кстати, давно тоже не покупала. Так что спасибо большое игроку сама. То есть она как-то, я не знаю, как она, так сказать, угадала. Но мне реально очень давно хотелось эту масти. Давайте же ее выкупим, потому что, по-моему, она просто супер-пупер классная няшка. Да. И давайте поместим ее в князаводе к подарочке. И как бы да, спасибо тебе большое, что подарил мне такой клевенький подарок. Мне очень приятно. И дальше опять игрок сама дарит мне еще одного кобылу. Когда лузитанская порода. Изабелла в масти с хорошим ГП, чистокровку. Слушайте, это круто. Ее зовут Элис Ванда. И давайте же ее выкупим, потому что она, по-моему, супер няшечка. И мне, кстати, в последнее время очень многие люди дарят лузитанов. Да, и мне очень... Кстати, мне они раньше не очень нравились. Но теперь мне они абсолютно нравятся. То есть очень-очень сильно. И я не знаю, вы на меня положительно влияете. Спасибо вам большое. А следующий подарочек мне дарит игрок Пегас 4. О, вау. Спасибо тебе большое. Всего сегодня у нас одни стажа. Это... Короче, спасибо тебе большое, да. И это у нас конь Перш Ронса. Хороший геотический потенциал. Естественно, чистокровный. Вот, спасибо тебе большое. Поможет мне в разведении, да. Будь, так сказать, производителем. А, да, спасибо тебе. Мне очень приятно. Поверьте мне тоже в конец завод подарочки. И да, спасибо тебе большое. И еще я решила перед нашей чудесной морозницей пройтись по диким лошадкам и быстренько, прям вот, быстро-быстро-быстро посмотреть, дадут ли они мне чего-то ценное. Ну, Меган не дала ничего, но, как бы, ничего страшного. Это Логан. Логан нам тоже ничего не дал. Но тоже не страшно. У нее, кстати, живая вода, и мне это чего-то не очень нравится. Вот, какая няшечка. Нам подарила бриллиант Саммер. И это прям классно. Да, она нам ничего не принесла. И, кстати, моя самая любимая порода диких лошадок, это Дунайская лошадь. Сейчас я вам покажу. Ну, у меня была еще одна. Вот, лименица. Дунайская лошадь. Я просто обожаю. Ну, и, в принципе, мы получили, как бы, один бриллиант. А теперь давайте дадим перед этим чудесным событием, да, я люблю выдержать паузу, так сказать, повысим навыки лету. Я обожаю лето, потому что это лето. Вот. Десять навыков сюда-сюда. Да, и, по-моему, я случала морозницу с океаном. Да, с лошадкой океаном, как бы, да. Ну, океан мне, если честно, не очень нравится, а вот снеговичок очень нравится, так что, как бы, да. Полонняша. Так, давайте теперь вот этому лето повысим. И потом будем ожереблять. Да, странно звучит. Ну, что поделать? Ожереблять морозницу. Посмотрим, как она ожеребится, и просто будем с вами счастливы. Ну, я так думаю. Ну, я попозже за этим летом поухаживаю, мне просто сама уже не терпится зайти на ее страничку. Так, давайте. Вот наша морозница. Давайте заходим на страницу. И написано, что она скоро родит. Ух ты, господи. И ей пицца пилингут, и она скоро ожеребится. Господи боже мой. Сейчас будет что-то крутое. Ну, что, вы готовы, дети? Я нет. Ух, ладно. Давайте, вызываем ветеринар. Ой, ребят, вы посмотрите на этого чудесного коня. Он такой ми-ми-ми-ми-ми-ми. Он какой-то такой розоватый. При этом нет... Блин, как он клевый. Его навыки 8000. Офигеть. Офигеть. Че, че, он, господи. Ну, он по 70. Какой же он клевый. Посмотрите, какой он няшечка. Я просто не могу. Вот. Снеговичок это из самого розницы океана. Его навыки меняются каждый день в соответствии с температурой. Чем холоднее, тем сильнее становится снеговичок. Ага. Погода 22 градуса. А, это у них в игре, да? То есть это не как у нас. В реально ясненько. Вы забыли за ним поухаживать, по-моему. Он просто супер няшка. Если вам кажется, что он просто супер-пупер милый, то поставьте палец вверх этому видео. Если сейчас нет, просто очень рады, что у нас родится снеговичок, потому что он, когда вырастет, станет просто нереально красивым. И я предлагаю дать ему анимацию со снежинкой, потому что, наверное, она им подойдет. Вот это вот. Давай, нажимайся. Вот, вы просто посмотрите. Господи боже. Я влюбилась, ребята. Просто серьезно. Вы посмотрите на него. Просто, просто мечта. И на этой чудесной ноте, наверное, я закончу свое видео, потому что я не хочу, чтобы оно было длинным. И как бы вот основная наша задача с вами. Воспроизвести, так сказать, снеговичка на свет. Очень-очень классно. У него навыки 8 тысяч. То есть у него в каждом навыке по 1400 навыков почти. И это просто офигенно круто. Да, спасибо большое за просмотр. Если вам кажется, что снеговичок, няшка, ставьте пальцы вверх. Также не забывайте участвовать в моих офигенных конкурсах. Во-первых, на философский камень. Ссылочка будет внизу. И на зяшку плюс фк. Я уже раз в 10 говорила об этом. Ну, в общем, надеюсь, что вам было интересно со мной. Всех люблю. Всем пока. С вами была Настя Лир.